. 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 чтобы чиститься по москве вот так вот двигаться брат чё думаешь рейна который уже не камрюха уже на аппаратах и сегодня у нас такой неожиданный сам байрама откуда достали не ожиданчив сейчас поленим к нашим богатым кентам именно натуре богатым у него уже хата даже они уже на моей бирже двигаются очень дорого вот наша банда сейчас аккуратненько будем трогаться ешься третья куда-куда-куда где супра фу и были о гор это гор я думаю куда молодец вот гор 63 ирари но он двигается на вот на вот на вот этой тачке на церкви бра сашка ужас это год это потом карт кто вместе с нами делали мерч помните пешка уезжает за братья с абхазии тоже подъехали 63 а не крутит не 550 это а самолет когда мы снимаем вторую часть в алхазии короче я готовлю снимаем как холода в масле будет да да отлично а 63 да или битурбо это 47 я подумал то что она тут урва ты так давно подумал 63 да а я не понял мы снимаем или что я не понял на этого андрюха умоляю что спрятали а я спалил его какая-то а я 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 и я я я я я я я я се хорошо чтоб стабилизация была выключена черта города вот каджишка очень пацан сердечный классный бомбовый реально вот вот без стримов без видосов такой пацан как контент хороший но уже не для двадцать четвертого года ну брат вот опять его и очень обидно понял но не два для двадцать четвертого года уже все у брат нету времени все уже лагает youtube не беда пробусти свой интернет вместе с айбуст твоим персональным vpn ботом в телеграме бесплатный доступ в запуск одним кликом прямо из телеграма без скачивания регистрации и лишней суеты получи доступ к инстаграму youtube банком обходи цензуру и оставайся аноним приведи друга и получи вознаграждение айбуст твоя космическая защита онлайн все еще на бизнес наряда посмотри но все ма брата сам малый кубки брат с этого канала а че 0 1 свободе смотри гефор вообще задам на полку круг меня мир и ящик с мнение душит как змеи я не Андрюха какая больше манец видно На право надо ко мне на хату езжать Куртуза страшная Полиция есть вправо? Уезжает Ешка смотри САМ ОЛЕКУМ Чё ты с нами едешь? Давай давай пошёл Блин чудо движение здесь бля И все 63 и одна камера Блин как же в Москве подходит эта тачка Ну именно ЦЛС Согласитесь? Вон куда? F10 О! Грузия Хорошая Хорошая Ребят такой быстрый переход получился И смена локаций Объясню почему В моменте у всех машин как-то одновременно получилась одна проблема и все разъехались И я был бы не я если я завершил бы этот выпуск Поэтому мы быстренько организовали вот такой вот прекрасный кортеж который находится позади меня Это красный гелик Ахмед да сейчас на нём двигается Давай сейчас уефа до одного Он выиграл Он выиграл Он выиграл Он выиграл Он выиграл Я видел брат он выиграл Недавно мы с Ренатом купили вот такие вот навороченные очки Ты знаешь это чё? Я знаю Рейбан Сейчас покажем как они снимают тоже От первого лица Фу блин Фу классно Я вспоминаю свои старые съёмки на гелике Белый гелик который разложили Ой Это были честно говоря лучшие времена моего ютуба Которые ролики Ну по-моему из них пришлось удалить по неким Причинам По неким причинам Поэтому сейчас будем снимать новые Давай Газ Полный газ Эй смотри не гоняй Туда туда не снимать Грухоплата Опа Фу Фу Дяденька Я извиняюсь Здравствуйте Я хотел со стороны чтобы вы поснимали как мы выезжаем Можно сделать пожалуйста Добрый день Так мы просто хотим видео снимаем в кино Кино бумер Я понял я Я сам журналист Я сам журналист А всё 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 Ну смать умеете короче Там палец что-то сидится у вас Где палец Вот он Я первый Нет ты назад давай Назад давай Спасибо Можно? Помаши Помаши Спасибо большое Спасибо Давайте Просто надо как-то снимать Дверь не закрылась Возвращаемся в старый добрый Злой контент Который как вы любите Нарушать мы сегодня не будем конечно Потому что мне уже хватило Ой блин Как я скучал Майбах тоже хорош Майбах тоже очень хорош Как он эту жвачку дудосит именно под микрофон? Майбах тоже очень хорош Гелика палец Аб***ь Кстати Мандельев ставит кадр Где я на этом месте Ехал Спирали Блин, в этом момент я обязательно должен показать, просто на этот гелик, на этот вид, фу, блин, москва, москва, говорю, гелик как будто создан для москва. Как этот руль моббит именно, байбл, направо, направо, мяу, 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 мяу. Почему камеры не передают ничего абсолютно, хоть что-нибудь надо мобильное. Вот же это пятачок кавказом, чисто одни такие станции. А что там дорогу сделали? Кавказ, весь Кавказ собирается здесь. Не, дорогу сделали, сопереждаем обратно, новая биржа. Да, хорошо двигайтесь, братья. Вверх-вниз починили. Переезжаем. Вот там холодно, ладно, потом оставим. На март месяц. Короче, приехали на нашу любимую локацию, зону. Это Тараса Шевченко. Как я ранее говорил, это уголочек Кавказа. 26. Кусочек. И вообще расскажу причину, почему я решил вообще этот... Не, мы не идут на самокатчика дальше. Продолжить, да? Да, Москву нормально, знаем уже. Я думал, все, вы вообще не будете... Сломался. Слишком коротким получается. Но с минуты на минуту мы сейчас подъедем к одной женщине. Как-то раз в одном из своих выпусков я про него вам рассказывал. Как из-за больных, тупых врачей, из-за их ошибки умер ребенок. Потом как-то воскрес, как правильно сказать, но был в клинической смерти. И уже два года этот человек как ведет себя, никак ни на что не реагирует. И сейчас два года уже родители этого ребенка борются за жизнь этого ребенка. И пытаются его спасти. И каждый раз реабилитация стоит больших денег. Эй, новая камера, новая камера, брат. Сейчас дождемся с этой женщиной. Эй, продолжим. Потому что ты не знаешь, ролики аппарата выезжают из какой-то зоны. Вот здесь стоишь, вот сейчас один за ним аппарат будет приезжать, разнорочиваться. Аппарат, блядь, желтый. Где аппарат? Вот, блядь. Где? Яндекс драйв? Да. Что, это не аппарат для тебя? Эй, пойдем подъедем туда к заправке, брат. Поехали туда. Так, поехали туда. Блин, что за битуха, брат, ем. Он, по-моему, ушел, ушел. Ассалам, брат. Ассалам алейкум. Ассалям алейкум ассалям. Прямо сейчас мы вам продемонстрируем наши, ну а что, мои новые очки. Рейбан. Давай. Пошла? Да. Блин, и так тренировка, плюс вообще ничего не видно. Интересно, как видно. Вот, сети вот так выглядит. Вот так, в принципе, и сами очки снимают. Вот это все идет от первого лица. Эээ, тихо. Ягуар. Рина тоже с нами. Ассалям алейкум. Алейкум ассалям, бре. Здесь вспышка, ничего не видно. Да, давай, ксалам, бре. Как ты, бре? Ааа. Давай, давай. Ага. Блин, я, б***, нормально снимаю этот, дядяще. Вот так, если отсюда посмотреть. Хорошо, бля, очень хорошо. Слышите? Так. Погнали. Блин, бра. А так идет, что ли? Да, хорошо идет. Офигеть. Как у нее поднимается передем, бра? Бля, б***, очень люблю. Ринат очень оху. Да, в России запрещены такие очки. Блин, наверное, в чем? В очках, бункер, бля. Блин, бля, какой наркот. Дай так, газ. Ой, бля, бля, бля. Брат, она очень хорошо едет. Даже, бра. Хорошая тяга, скажи. Там я не могу, чтобы дождь был так будет ехать. Да, да, да. Слава Алик. А ты не думай, я наркоман, тоже ночью очки не снимаю. Надиха. Белый дождь, острый как нож ветер. Но тебя встретил. Пустой, губ такой же сладкий, как доктор. И ничего тебе не говоря. Могу устроить без... Блин, брат. Кто кого долбанет? Мне кажется, да. Ты? Ты че, бля, хуй. Тебе кажется, что? Сейчас мы поменяем локацию. Уже, ну, уже поменяли. Приехали на второй Рэдисон. Вот здесь сейчас остановимся, аккуратненько. Я здесь фоткал. Ф-90 по скарбону. А сколько часто здесь? 400 рублей. А ватайский штоп гостиницы. Туда заходить надо? Да. Зайдете с левой стороны. Походу, долги здесь? Да. За шлагбаумом выйдет. Долги здесь? У Рэдисон долги. В ней выпуск называется, у Рэдисон долги. Ф-90. Ебать выглядит красный гелик. Просто нихуя. Потому что типа, ну, шпион с ку**ня. Понял эти райбаны? Гелик, какой же он? По-моему, по-моему. Солен, Олег. Олег. Солен. Ты где работаешь? Я паркурщиковый. А отца сын? А отца... Ну, я думаю, когда я стану очень богатым, в гараже у меня обязательно, обязательно будет ставить один гелик. Сто пудово, брат. Это как бы неизбежно. Ну, до чего? Это второй Рэдисон, и я как ранее говорил, для чего мы решили продолжить этот выпуск. Эта женщина, мать этого ребенка с матерью, приехали в Москву. Минут на минуту они сейчас сюда доедут, и мы с ним их встретим, и сделаем очередной такой, так сказать, сбор, потому что ребенку срочно нужна реабилитация. Они с Саратова, чтобы ты понимал, приехали в Москву, чтобы встретиться. Блин, я сам приехал бы с Саратова, но у меня качели бы здесь, проблемы. Здравствуйте. Александр, как вас дела? Здравствуйте. Нормально, пойдет все-таки. Чуть не у дома, блядь. Проводите. Она что плачет, принцесса? Вот наконец-то приехала наша принцесса Лейла с моей мамой. Как, как, добрались, как приехали? Да, все хорошо. У нее после первой реабилитации, но после последней реабилитации, говорят, вы говорите, что у нее какие-то улучшения прошли, и она уже реагирует на что-то, покажи. Лейла, они смотрят, не реагируют? Да, она смотрит, вот она хочет повернуться. А, она с того, что хочет повернуться? Да. Ага, ей сложно пока двигаться. Помогите ей, помогите. Она плачет тоже, да, сейчас тоже? Да. Я видел, видел, вы скидывали, она улыбалась уже. Улыбается. Да? Она не улыбалась раньше. Такой весы не было. Угу. Сейчас. Лейле срочно необходимо еще одна реабилитация, ну, в общем, полностью лечение, да? Блин, я думаю, ну, достоверность и информация не нуждается. Ну, все, ждайте бумажки, посмотрите. У Лейлы по ошибке врачей очень случилась очень плачевная ситуация. Чтобы вы понимали, она уже два года вот так вот, просто два года не оттягивает. Что было в начале? Что не реагирует, просто сломали жизнь ребенка. Поэтому сейчас ей нужны длительные реабилитации, длительное лечение. Есть все документально. Какая болезнь, что все, все, все. А здесь все. Это который приведешь к реабилитации, да? Это который она прошла. И сейчас, соответственно, нужны деньги. В свою очередь, поэтому я решил очередной раз не остаться в стороне и как-то что-то помочь. И чтобы вы понимали, парзона осталась одна с четырьмя детьми, одни детей вот в таком состоянии. С словами это на самом деле очень сложно описать. Ты не выйдешь на работу, ничего не сделаешь. Одно дело, когда четыре ребенка, и они все чуть взрослые. А другое дело, когда вот такая ситуация. Поэтому хочу попросить, чтобы никто не остался на стороне. Каждый, кто чем мог, помог. Следующие, последующие реабилитации уже, я думаю, Блэйла пойдет на поправку. И сейчас ей нужны реабилитации. А для реабилитации нужны деньги, которые нет у этой семьи. В прошлый раз я указал чуть неправильные реквизиты, поэтому очень много людей, которые хотели скинуть деньги, не получилось скинуть, так как в реквизиты, я не знаю, карту заблокировали. Давайте сейчас правильные реквизиты укажем, потому что в ней некоторые люди пишут, а что ты 50% себе берешь, что ли, такой темы нету, ребят. Я укажу исключительно их реквизиты и все средства, которые отправляются, идут напрямую к вам. Поэтому сейчас вот здесь будут указаны их реквизиты. 10 тысяч от себя скинул, пацаны. Вот что есть, сколько богатый, вот у кого есть. 50 рублей, 100 рублей, 30 рублей, 40 рублей. Что-нибудь, что есть, то и киньте, короче. У кого вот, у кого вот сколько вот возможностей есть, скиньте там, 500 рублей, 600, 200 рублей, 20 рублей, 5 рублей, 6 рублей. У кого что есть, помогите, да, просто высадим. Что мы эти деньги тратим туда-сюда, сейчас тоже один день, один день дома посетите, ничего не будет. Благое надо давать все равно. Переводы, все, поэтому это будет ваша личная карта. А наши блоги рабочие? Все, кто чем сможет, прошу вас не остаться на стороне, а и помочь, потому что сейчас нужна срочная очередная реабилитация. Благодарю всех людей, которые неравнодушны нашему горю, всех, кто помогает нашей грелочке. Спасибо, очень вознаграждает самым наилучшим образом. Спасибо. Сейчас мы покатаем нашу Лейлу на новом гелике. Сармат, не надо оскорблять все аудитории, если там пару человек написал. Так, Лейла, держите, да? Лейла, как тебе гелик? На улице идти активно, а вообще ничего не идти. Васька? Да. Оставьте их, ну, мацаны, оставьте. Здорово, здорово. А это очки для этого, чтобы видос снимать, понял? Ну, все? Понял.